привет друзья многие спрашивают у меня какие бывают потери при производстве пива вот как рассчитать например воду которая потребуется для затирания там определенного количества пива то есть надо 25 литров готового продукта или там 100 литров готового пива сколько для этого потребуется воды как это все понять а потери эти есть на каждом этапе на затирание на варке на брожении на разливе и как понять сколько нам надо воды взять в общем для производства чтобы у нас получилось 100 литров вот округленно 100 литров пива возьмем к примеру нам надо сделать 100 литров пива 100 литров готового продукта на 100 литров чтобы сделать средней плотности пива там 11-12 процентов но плюс-минус в зависимости от солода 25 килограмм солода то есть 25 килограмм при задирании солод 25 килограмм впитывает 100 где-то 130 процентов воды то есть на 25 в зависимости от того как прошла фильтрация бывает фильтрации вообще гадостные особенно у пшенички напитывают воду вообще плохо фильтруется такая жижа идет там вообще очень много воды напитывает то есть при идеальной фильтрации 25 килограмм солода заберут 25 литров воды но всегда больше то есть от 25 до 30 литров а при плохой фильтрации как я говорил там бывает и 40 литров вот в этом солоде все это ну возьмем среднее значение 30 литров добавим 30 литров сюда к нашей воде то есть вот 100 литров и добавим 30 литров на то что солод уйдет поэтому у нас уже получилось 130 литров следующий этап варка во время варки у нас должно испаряться от 4 до 6 процентов воды в ролики про деметил сульфид который будет в описании я объяснил почему это важно почему должно быть такое количество испарения то есть возьмем среднее значение то есть не меньше 5 процентов у нас должно быть испарение во время варки 5 процентов 5 процентов воды испариться то есть от нашего пива 100 процентов то есть еще 5 литров плюс 5 литров воды надо добавить следующий этап после варки у нас остается брук вот эти вот дубильно-белковые конгломераты когда хмель с дубильными веществами реагирует с белками солода в сусли они сворачиваются грубо говоря оседают на дно то есть довольно приличное количество получается осадка ну примерно тоже 5 процентов еще пять процентов на брук соответственно плюс 5 литров еще надо добавить очередной этап охлаждение это так называемые мнимые потери но они существуют то есть когда это физика когда пиво сусло горячее у него объем больше и когда мы его охлаждаем для брожения соответственно она сжимается и сжимается на 4 процента то есть еще добавляем 4 процента соответственно плюс еще 4 литра ну и брожение во время брожения у нас дрожжи разрастаются оседают на дне конуса забирая с собой количество какое-то пиво тоже будем считать что примерно 5 процентов в среднем мы сливаем вместе с дрожжами или она остается на дне бродильного бака поэтому мы его никуда не используем от сливаем поэтому еще пять процентов соответственно пять литров ну и при разливе мы тоже во время брожения тоже берем пробу замеряем плотность потом при разливе там что-то выливается разливается тоже там процентов 2 3 плюс 3 процента можно смело взять на потери и чем меньше объем тем больше потерь получается вот плюс 3 что-то я сместился туда надо было сюда вот это основные скажем так потери оптимального производства пива то есть у нас получается 100 литров 130 140 149 152 литра у нас получается где-то надо нам воды для производства 100 литров готового продукта ну так как у нас все оптимально редко бывает то есть там воды больше в солоде останется выкипеть немножко больше где-то там разольете еще то есть где-то 160 литров сто шестьдесят литров в среднем надо для производства 100 литров пива вот такие вот потери как бы на каждом этапе существуют там есть погрешности есть формулы как все это высчитывать в принципе для домашнего прививания это не важно ну вот общую картину как бы надо знать какие потери существуют и в каких рамках надо ожидать что вы потеряете вот на производстве пива сколько какое количество поэтому запасайтесь 160 литров воды чтобы сделать 100 литров пива ну соответственно солод хмель дрожжи и все остальное конечно это все примерные подсчеты так усредненные у каждого может быть по-разному в зависимости от того какой солод если хороший солод там намного меньше пойдет на мне 25 килограмм например на 100 литров а там 22 килограмма пойдет солода соответственно меньше более хорошая фильтрация будет меньше воды останется то есть все это вычисляется опытным путем но для примерного понимания для начала очень даже как бы наглядно на каком этапе какие потери существуют а там уже сами можете подбирать и корректировать сколько получается на каком виде солода такие потери на на таком такие потери вот ну кому интересно информация я думаю лишней не будет так что варите хорошее пиво пока 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 и и и